Заряжаем энергией, разбавляем сегодняшний эфир, наш тандем гостями. Наконец-то в нашей студии появился еще один гость для того, чтобы рассказать нам очень много интересного. А это будет Татьяна Хмельевская, начальник управления сельского развития Министерства сельского хозяйства Республики Крым. Сегодня будем обсуждать очень важные темы, но прежде хотелось бы у вас спросить, как ваше настроение, как добрались, как началось ваше утро? Утро началось замечательно. Доброе утро. Добрались, как обычно, с пробками. В такой ранний час. Да, в ранний час, ремонт дорог. Ну ничего, доехали. Личный вопрос, позвольте. Вы связаны с сельским хозяйством, у вас интересная должность, и у вас в платье украшено цветочный орнамент. Это связано как-то? Ну это случайность. Случайность, не случайно. Все мелочи важны. Сегодня мы обсуждаем важную тему, потому что мы знаем, что огромные средства бюджетные выделяются сейчас на поддержку аграрного сектора. По каким критериям отбираются те счастливые люди, которые получают от государства помощь? Ну государственная помощь у нас оказывается начинающим фермерам, то есть предпринимателям, которые только хотят начать свой бизнес. Поэтому государство пытается их поддержать. И сельхозтоваро-потребительским кооперативам. Это новое направление для нашей республики, потому что на всей территории Российской Федерации уже давно это развивается. С учетом, что мы молодой субъект, у нас это только в стадии становления. Поэтому идет очень активная поддержка именно сельхозпотребительских кооперативов. А что такое сельхозпотребительский кооператив? Сельхозпотребительский кооператив – это объединение сельхозтоваропроизводителей для того, чтобы он помогал обслуживать их в части сбыта их продукции, переработки их продукции, хранению, то есть ЛПХ, крестьянско-фермерские хозяйства, они могут войти в состав этого кооператива и, произведя свою продукцию, могут ее сдать в кооператив, и он уже будет заниматься дальнейшей ее переработкой, сбытом, хранением. То есть это помощь нашим сельхозтоваропроизводителям. Татьяна Сергеевна, а вот почему только сейчас начали уделять такое серьезное внимание сельскому хозяйству? Ну почему сейчас? Это с самого начала, еще с 2014 года, начали мы поддержку с 2015 года. И на сегодняшний день за 5 лет малым формам хозяйствования уже выделено 1,2 млрд. Поэтому это большая сумма, поддерживаем ежегодно. Вот вы сказали, что молодым начинающим предпринимателям огородного сектора, вот мы с Тонией хотим начать разводить кабачки, признаюсь честно. Разводить? Да, выращивать. Как мы можем, так сказать, получить эту поддержку, и на какую сумму мы можем рассчитывать? Что нам для этого нужно? Если вы хотите заняться сельским хозяйством, для этого у вас в первую очередь должна быть земля. Или в собственности, или в аренде, не меньше, чем на 5 лет. Потому что когда получается грантовая поддержка, то начинающие фермеры заключают соглашение с министерством на 5 лет. Площадь земли как-то регламентирована? Нет, площадь земли не регламентирована, она должна быть в каких-то разумных пределах для выращивания кабачков. Не одна сотка, а хотя бы несколько гектаров для того, чтобы полученная сумма могла себя реализовать и окупиться. То есть поддержка государства, она должна принести какой-то результат. Поэтому размер земли не зависит от этого. После этого вы должны написать бизнес-план. Как вы видите развитие своих кабачков, как вы их посадите, как вы их вырастите. И куда будете сбывать. И приходите к нам на конкурсную комиссию. У нас конкурсная комиссия, которая рассматривает эти бизнес-планы. И решает, кому можно выдать грантовую поддержку, а кому пока не стоит. Размер гранта на сегодняшний день для растеневодства это 1,5 миллиона. А для животноводства это 3. 1,5 миллиона это много или мало? 1,5 миллиона. Для начала, для старта это достаточно. В основном покупают технику для облегчения своего труда, чтобы это был не ручной труд. А вот по животноводству это покупают поголовье и тоже технику. Иногда покупают землю. За наши средства тоже можно купить, приобрести ту же землю, на которую вы собираетесь выращивать в своем продукте. Правильно ли я понимаю, что грант не подразумевает то, что его потом нужно вернуть? Нет, грант это безвозвратная государственная помощь. Татьяна Сергеевна, ну вот вы как начальник абсолютно идеально владеете всей информацией, где, куда и кому, что надо. Какие условия, вот мне как начинающему человеку, где же мне найти? Какие условия у нас для того, чтобы получить грант? Мы имеем в виду информацию, где можно подчеркнуть. Информация вся находится на сайте министерства. В открытом доступе? В открытом доступе. Все наши порядки, все наши регламенты, приказы по заполнению наших форм, это все у нас находится на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым. Ну вот с 2015 до сегодняшнего дня на самом деле действительно увеличился ли поток, кто хочет открыть свое дело в сельском хозяйстве? Вы знаете, он примерно равномерный ежегодно, потому что молодые люди заканчивают вузы и хотят заниматься своим бизнесом. Поэтому основная часть у нас там молодых. И оно примерно одинаково, сказать, что больше или меньше нет. Ну вот в среднем около 150 человек в год нам предоставляют документы на рассмотрение. Вы как считаете? Еще вопрос, можно? Да, конечно. Извини. Мы тут с Тоней периодически спорим. Она хочет выращивать кабачки, а я хочу выращивать оливки. Существуют ли у вашего ведомства какие-то, скажем, предпочтения, кому вы отдадите грант? На кабачки или на оливки? Есть предпочтения, есть отрасли, которые приоритетные, приоритетные направления развития. То, что нужно на сегодняшний день в большей республике Крым. Основное на сегодняшний день это у нас развитие мясного и молочного поголовья, потому что у нас не хватает Крыму. Садоводство, виноградарство. На сегодняшний день мы пытаемся поддержать эфиромасличные, как у нас когда-то было. Овощеводство открытого и закрытого грунта. Поэтому кабачки, в принципе, это актуально на сегодняшний день. Хитро, как я знала, куда подавать заявку. Саша, не переживай, я тебя никогда не брошу. Мы же с тобой работаем только в паре. Действительно, за последний год сколько человек к вам обратилось и получило помощь? И, если не секрет, какие это конкретно проекты были? То есть на что направлены? В этом году у нас заявлений было около 200. Грант получили 59 начинающих фермеров. Это у нас по одной программе, это развитие малых форм хозяйствования. И 16 фермеров по новой программе, по агро-стартапу. Это оригинальный проект создания системы поддержки фермеров и сельхозской операции. Это первый год у нас мы ее осуществляем. Это 70 в среднем человек. Направление в основном, большая часть, это растеневодство. Сады, винограды и ягодники у нас сейчас очень пошли. Малину высаживают, ежевику. И мясное направление стало пользоваться успехом. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. У нас времени, к сожалению, осталось не так много. Пусть наши зрители подумают, кому бы они хотели присоединиться. К Саше и его оливкам или ко мне и к моим кабачкам. Поэтому пока вы будете думать, я напоминаю, что в гостях у нас была Татьяна Хмелевская, начальник управления сельского развития Министерства сельского хозяйства Республики Крым. Пока вы думаете, предлагаем вашему вниманию очень интересный сюжет, который подготовила Татьяна Балыкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова